В преддверии главного для нашей страны праздника Дня Победы об этой площади вспоминают чаще, чем обычно. Вертикальная стела, горизонтальная стена и скульптурная группа, которые напоминают о подвиге советского народа, благодаря которому мы с вами живем под мирным небом. Мемориальный комплекс украшает площадь Победы с 1967 года. В центре его скульптурная группа, спроектированная Горбуновым. Она символизирует единство фронта и тыла в то героическое время. Рядом на обелиск высотой 30 метров поднята многократно увеличенная копия Ордена Победы. Вечный огонь славы горящего монумента зажжен от вечного огня на могиле неизвестного солдата в Москве. Между тем история площади непроста. Как считают специалисты, есть в ней и хорошие, и спорные моменты. Площадь Победы одна из центральных площадей. Не главная вовсе. Главных у нас может быть несколько, и соборных в том числе. Но просто этот центр огромного района Троицкой Слободы, безусловно, возникла Троицкая Слобода в XVIII веке. И в второй половине XIX здесь сложился центр этой Троицкой Слободы. Почему? Потому что на месте французского названия Муниципальный культурный центр, на французе ли немножко в Рязани, А как можно было бы сказать, городской дом творчества, по-русски, стояла очень красивая красно-кирпичная огромная церковь Троицкая, которую снесли, к сожалению, и площадь потеряла маячок. После того, как церковь снесли, улицы поблизости стали звать безбожными. А площадь из Троицкой думали переименовать в площадь 50-летия октября. Но мемориальный комплекс и вечный огонь в центре города оказались важнее. К тому же, стела в победном монументе стала новым ориентиром после утраты церкви. Впервые в Советском Союзе на памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, появляется женщина. Пускай немножко сзади, сбоку, но все равно она несущая знамя. У нее правая рука зажимает развивающееся огромное знамя победы. И без женщины мы войну бы не выиграли точно. В этом учебном заведении обучался Анатолий Новиков, автор легендарных «Смуглянки» и «Эх дороги». Между тем, здание первой в России учительской семинарии – памятник архитектуры, о котором не знает даже большинство жителей нашего города, потому что он закрыт другим памятником – мемориальным комплексом. Памятник стоит, стела замечательная. Все бы хорошо, но единственный минус – вот эта горизонтальная стена, которая загородила один хороший памятник, загородил второй хороший памятник. И это очень больно, потому что это первое в России заведение, где учились сельские мальчишки. Площадь Победы наряду с мемориальным комплексом на Скорбящинском кладбище напоминает нам о страшной войне и подвиге народа. С почтением относиться к этим святыням – наша главная задача. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...